Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOptionSignals. Сегодня мы хотим вас познакомить с ТОП 7 закономерностей в торговле бинарными опционами. Современные финансовые рынки, в том числе и фондовые, не отличаются стабильностью и устойчивостью. Поэтому независимо от того, какие инструменты вы используете в торговле бинарными опционами, ситуация может измениться в любой момент, озадачив вас крутым поворотом событий. Но существуют некоторые закономерности в трейдинге, которые помогают определить максимально вероятный исход движения цен в будущем. Итак, закономерность номер один – это тренд. Тренды бывают разные, но в любом из вариантов это всегда одноправленное движение цены в какую-то из сторон. Например, восходящий тренд описывает движение цены финансового актива, когда общее направление – вверх. При восходящем тренде каждый последующий пик и дно выше, чем обнаруженное ранее в тренде. Таким образом, восходящий тренд состоит из более высоких минимумов и более высоких максимумов колебаний. Восходящие движения можно противопоставить нисходящим трендам, где работают точно такие же правила, принципы и алгоритмы. Поэтому, если после анализа трейдер видит и понимает, что тренд поменялся и, к примеру, начал идти вниз, то закономерностью будут откаты против тренда с последующим продолжением падения. И достаточно купить опцион-пут на откате с достаточной экспирацией. И если тренд не поменяется, то с очень большой вероятностью вы получите прибыль от такой торговли бинарными опционами. Закономерность бинарных опционов во флете работает иначе. И все, что нужно – это просто покупать опционы от границы, то есть в момент подхода цены к одной из границ. В этом случае также будет важно правильно подобрать экспирацию, но сделать это можно только после тестирования такого подхода на демо-счету. Подробнее о видах тренда правильного определения и использования тренда на графике можно узнать в обучающих статьях на нашем сайте по ссылкам в описании к этому видео. Закономерность бинарных опционов номер 2 – технические фигуры и графические паттерны. Графические фигуры – это неоднократно повторяющиеся паттерны на графике, формирование которых позволяет встроить предположения о дальнейшем направлении движения цены. Существует довольно много разных графических фигур, таких как вымпел, флаг, тройная вершина и другие, но мы далее рассмотрим самые эффективные и простые из них. К ним относятся треугольник, двойная вершина, двойное дно, голова и плечи. Треугольник – это универсальный паттерн, который часто применяется трейдерами в торговле бинарными опционами. Он бывает разных видов и размеров, но это абсолютно не важно, потому что суть дальнейшего движения цены после формирования такой фигуры на графике не меняется и выглядит данный паттерн закономерности бинарных опционов таким образом. Треугольники для бычьего рынка. Треугольники для медвежьего рынка. Из примера выше можно убедиться, что все предельно просто. После того, как цена пробивает границу паттерна, возникает всплеск волатильности в ту или другую сторону. Для бинарных опционов не имеет значения продолжительность движения по цене, так как нам достаточно и одного пункта для получения прибыли. Поэтому мы открываем позицию непосредственно в точке пробоя и это дает большие шансы на успешное завершение сделки. Использовать треугольник можно на разных таймфреймах и разных периодах экспирации. Двойная вершина, двойное дно. Двойная вершина и двойное дно также весьма популярные фигуры, свидетельствующие о развороте тренда или как минимум о краткосрочном развороте. На графике не всегда данная фигура будет идеальной, но это не меняет ее сути. Двойная вершина формируется из-за того, что силы быков недостаточно для того, чтобы пойти выше и по итогу побеждают медведи. В случае двойного дна наоборот слабее оказываются медведи и побеждают быки. Также данная фигура иногда может из двойной вершины или дна превратиться в тройную, но принцип торговли бинарными опционами по ней не меняется и необходимо ждать пробоя. Голова и плечи не случайно является одним из самых популярных паттернов технического анализа для трейдеров на различных рынках, потому что является шаблоном разворота и его можно использовать для входа в медвежью позицию после бычьего тренда. Он состоит из трех вершин, максимальная из которых находится посередине и называется головой. Шея – это линии, соединяющие две точки. Высота последней вершины может быть выше первой, но не выше головы. Иными словами, цена пыталась достичь более высокого максимума, но не смогла. Чем ближе две внешние вершины к одной и той же цене, тем более точен паттерн. Перевернутый паттерн голова и плечи является бычьей версией этого шаблона, который формируется после нисходящего тренда. Закономерность бинарных опционов номер 3 – Price Action. Этот метод торговли отличается от предыдущего метода тем, что паттерны строятся не по фигурам, а по свечам. Паттернов в Price Action очень много, поэтому мы рассмотрим только два, самых популярных и при этом самых эффективных. К ним относятся пин-бар и поглощение. Пин-бар или как его называют трейдеры Буратино или Пиноккио – это разворотный паттерн Price Action и его свечная модель имеет длинную тень, нос и маленькое тело. Сама свеча говорит нам о том, что на рынке за время формирования этой свечи произошла смена тренда, на что и указывает наличие длинной тени. Чем длиннее тень нос, тем надежнее сигнал. Пин-бар сигнализирует о развороте тренда и в первую очередь должен образоваться на локальном минимуме или локальном максимуме цены. Медвежий пин-бар обозначает начало нисходящего тренда, тренда вниз, имеет длинную тень вверх. Обычий пин-бар обозначает начало восходящего тренда, тренда вверх, имеет длинную тень вниз. Поглощение – это свеча, которая больше предыдущей по размеру телом, поэтому создается впечатление, что она как бы перекрывает ее, поглощает. Рассмотрим в данном случае медвежье поглощение, где первая свеча полностью помещается в пределах второй свечи. Покупку опциона PUT можно делать сразу после образования модели, ожидается сильное нисходящее движение цены. Главное понимать, что иногда не стоит сразу же совершать сделку, как только появляются подобные паттерны. Работают они лучше всего по тренду вместе с другими подтверждениями или сигналами на графике. Подробнее о Price Action в торговле бинарными опционами вы можете прочитать и посмотреть обучающее видео на нашем сайте по ссылкам в описании к этому видео. Закономерность бинарных опционов номер 4. Заброшенные акции. Данная закономерность бинарных опционов изначально была подмечена трейдерами фондового рынка и успешно использовалась при совершении сделок. По мере развития торговли бинарными опционами выяснилось, что такой подход можно применять и при торговле именно опционами. Смысл в том, что время от времени на рынок выходят новые организации и предприятия, ценные бумаги которых не вызывают большого интереса у инвесторов. То же самое бывает и с известными компаниями, которые уже давно есть на рынке. Отсутствие спроса на такие акции и облигации приводит к тому, что их котировки значительно снижаются. Невостребованные ценные бумаги можно приобрести очень дешево и в перспективе интерес к таким активам способен существенно возрасти, что приведет к серьезному увеличению их стоимость. Купив опционы на акции на этом этапе, трейдер получит хорошую прибыль. Для примера можно рассмотреть график акций компании Хевлет Паккарт, которые очень часто являются недооцененными, что отлично видно на дневном графике. Можно видеть, что в отмеченных местах цена еще продолжала падать, после чего начинался сильный рост. Но стоит понимать, что это дневной график и для заключения о том, что спрос отсутствует, необходимо использовать как технический анализ, так и фундаментальный анализ. Обучающие статьи по техническому и фундаментальному анализу можно найти по ссылкам в описании к этому видео. Таким образом, если вы своевременно обнаружите невостребованные акции, то сможете купить бинарный опцион, цена которого соответствует низким котировкам акций. Динамичное понижение обычно продолжается от одной недели до месяца, и трейдеру важно не упустить это время. Закономерность бинарных опционов номер 5. Торговые сессии. Существует зависимость поведения и настроения рынка от времени торговых сессий, и соответственно и закономерности торговли бинарными опционами по этому поводу. В результате многолетних наблюдений замечена определенная тенденция, которую многие трейдеры учитывают в своей торговле, и зная об этом, вы также можете воспользоваться ею на практике. Наиболее активным торговым временем считается американская сессия, которая открывается в 16.00 по московскому времени. В это время цена очень часто проявляет мощную динамику и нередко устойчиво движется в определенном направлении. Также очень активным, хотя и уступающим по волатильности, временем считается открытие Европы 11.00 по московскому времени. В этот момент также можно наблюдать оживление на рынке, в особенности валютных пар. Время открытия каждой сессии всех мировых рынков можно найти на нашем сайте по ссылке в описании. Закономерность бинарных опционов номер 6. Новости и их влияние на цены. Одним из самых быстрых способов получить прибыль на рынке бинарных опционов является торговля по новостям. Но стоит понимать, что вероятность получить убыток также велика. Суть торговли бинарными опционами на новостях заключается в покупке опциона за несколько минут до выхода важной новости. Закономерность в данном случае состоит в том, что почти всегда можно наблюдать существенный рост цен, который происходит после выхода положительных новостей, а в случае выхода отрицательных данных цена наоборот начинает активно падать. Но важно помнить, что закономерностью сильного движения в бинарных опционах являются только сильные новости. Найти такие новости и данные по ним можно в экономическом календаре на нашем сайте по ссылкам в описании. И закономерность бинарных опционов номер 7. Рынки всегда наиболее активны в январе и декабре. Одной из самых простых закономерностей в бинарных опционах является то, что в начале года, в особенности в январе, большинство крупных участников торгов стремится закрыть позиции, от которых не ожидают существенной прибыли. Поэтому январь – это месяц, когда частные трейдеры имеют отличную возможность наблюдать за важными ценовыми изменениями рынка. Чаще всего в начале каждого года можно наблюдать сильные развороты даже тогда, когда до этого был сильный однонаправленный тренд. Особое внимание стоит уделить с 1 по 10 января. И если посмотреть историю, то можно будет убедиться, что это является закономерностью. Опытные трейдеры склонны полагать, что от января зависит направленность рынка в течение первых трех месяцев первого квартала. Так, в случае падения котировок торгуемого актива в январе, снижение продолжится и в дальнейшем. Но, конечно же, бывают и исключения. Декабрь также имеет свое влияние на рынки, но природа этой закономерности бинарных опционов другая. Многие трейдеры хотят заработать перед Новым годом, и поэтому рынки в этот период являются более активными. Заключение. Рассмотренные в этом видео закономерности бинарных опционов существуют, работают и проявляются с хорошей периодичностью. Закономерности бинарных опционов следует учитывать, чтобы глубже понять суть рыночных тенденций при работе с конкретным финансовым инструментом в течение определенного промежутка времени. Таким образом, вы сможете выгодно использовать свой капитал при торговле на рынке. Спасибо за внимание! Успешной торговли!